Добрый день! Любой человек, у кого есть дача или загородный дом, а может только участок на грани строительства, задумывается о саде. Но мало кто себе представляет, что сумма, которую вы потратите на благоустройство, немного меньше, чем стоимость участка или самого дома. Для кого-то это не проблема, и люди могут себе позволить услуги ландшафтной компании или высадить сразу уже крупные ландшафтные растения. Но если вы не можете достать из широких штанин сразу несколько миллионов, не расстраивайте. Дорогой сад не всегда хорошо и круто, а сад, доставшийся путем небольших материальных вложений, не обязательно плохо. Сегодня я хочу поговорить о том, как можно оптимизировать свои траты, но при этом не потеряв ни в качестве, ни в внешнем виде. Есть несколько способов, как можно сэкономить на посадочном материале. Первое – это сезонные скидки или акции. Прошу не путать с уценкой. Почему акцентирую на это внимание? Уценка посадочного материала очень похожа на уценку фруктов на рынке. Еще чуть-чуть и придется выкинуть. Потерявшие декоративный вид, несколько засушенные растения, иногда больные или поеденные вредителем, продавцы пытаются слить за бесценок, чтобы вернуть хоть какие-то деньги. Покупать такие растения или нет – личный выбор кажется. Но нужно понимать, что растения-пауценки потребуют от вас большего внимания, ухода и, возможно, потраченные силы не стоят сэкономленных денег. Немного по-другому дело обстоит с акциями и сезонными скидками. Сезонные скидки в этом бизнесе делают, как правило, осенью. Никто из продавцов не хочет в зиму уходить с большим товарным запасом. Силы материальные и физически потраченные на то, чтобы подготовить растение к зиме и, соответственно, уже весной привести его к должному товарному виду, бывают не всегда оправданы. Поэтому на растения делают достаточно ощутимую скидку. Здесь нет подвоха, кроме тех случаев, когда сезонная распродажа проводится круглый год. Ну и последнее – это акции. Это самое интересное. Акции проводят для привлечения покупателей или по кому-то другому приятному поводу, ну, например, день рождения фирмы или победила любимая футбольная команда. Такие скидки во время акции действуют ограниченное количество времени. Ну, например, в нашем садовом центре с 15 июля по 1 августа будет скидка 30% на той и можжевельнике в двухлитровых контейнерах. Кстати, это действительно так, а не для красного словца. Если интересно, то об этой акции можно почитать на сайте или во всех социальных сетях, где мы представлены. Также ссылка будет внутри в описании. Еще один способ сэкономить на создание сада – это грамотно подходить не только к ассортименту покупаемых растений, ну, то есть попросту не покупать пальмы, бананы, ливанские кедры, но и учитывать динамику роста растений. Что это значит? А значит, это то, что медленно растущие позиции имеет смысл покупать в более взрослом состоянии, а вот растения, которые быстро растут – в меньшей. Вот, например, если вы готовы подождать хотя бы один-два сезона, то я не вижу смысла покупать спирею в пятилитровом контейнере. Цена на такое растение заметно выше, а визуальный результат почти незаметен. Это относится к вигелле, к барбарису и к многим другим быстрорастущим кустарникам. Если вы еще не достроили дом, а руки чешутся что-то посадить, то также можно поступить и с можжевельниками, туями, а также горными соснами. Это быстрорастущие хвойные, которые за несколько лет будут уже вполне приличных размеров, хотя лично мне нравятся уже более крупные экземпляры хвойных. Что еще можно отнести к оптимизации покупок? Знание кондиции, конечно. Если вы запланировали себе живую изгородь из кустарника, то имеет смысл приобрести его с открытой корневой системой. Разница стоимости спиреи с открытой корневой системой и контейнерной очень большая. Открытая корневая система дешевле в 2-3 раза, но здесь есть подбог. Сроки покупки и посадки растений с открытой корневой системой очень ограничен. Это или весна или осень. Причем в первом случае до распускания листвы, во втором уже после листопада. Также минусом может стать крайне узкий выбор растений с голым корнем. Не все виды имеют высокую приживаемость в такой кондиции. Идеально подходят спиреи, барбарисы, дерен, некоторые другие виды с ярко выраженной мочковатой корневой системой. Неважно, какие растения вы покупаете, молодые или взрослые, большие или маленькие, по скидкам или по акциям. Главное, чтобы в итоге вы получили желаемый результат. А мы, в свою очередь, сделаем все от себя возможное. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, если оно вам понравилось. До встречи в нашем садовом центре и на просторах интернета. Удачи!